Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня вы находитесь в стенах музея истории Лефортова. Наш музей был создан 25 сентября 1999 года как филиал музея истории Москвы. Меня зовут Владимир Сергеевич Дельвик, и я проведу краткую экскурсию по двум экспозиционным залам музея. Мы находимся с вами у самого начала нашей экспозиции. И здесь дана гравюра, точнее ее копия, австрийского мастера Сторна «Новая немецкая Слобода». Почему же Слобода получила название «Немецкая»? Связано это с тем, что в те времена все западноевропейцы назывались немцами, вне зависимости от того, англичанин, француз, испанец или немец. Слово «немец» произошло от слова «немой люд». Культура славянских государств резко отличалась от культуры стран Западной Европы. И когда европеец попадал в любой славянский город, будь то Любляна, Прага, Варшава, Киев, Брест, Москва, он не знал ни местного языка, ни обычаев. И, соответственно, жители этих славянских населенных пунктов называли европейцев «немым людом». И от слова «немой люд» и пошло слово «немец». А так как на Западе славянские государства граничат с германскими странами, ныне это Астрия и Германия, то большинство, кто посвящал славянские земли, были именно выходцы из германских стран, и впоследствии слово «немец» распространилось именно на германцев. Сейчас мы стоим с вами у довольно небольшой, но емкой витрине, посвященной воинским немцам. Дело в том, что, начиная с первого Романова, с Михаила Федоровича, в русской армии появляется много наемников, иноземцев в вооруженных силах. И вот перед нами часть доспехов рейтера. Каждый рейтер за свой счет покупал один карабин и четыре пистолета. Для чего такое количество? Во время боя данное огнестрельное оружие, чтобы перезарядить, требовалось время. А времени, как правило, не было. Мы видим металлическую скобу на прикладе. Для чего? В те времена еще часто карабин к плечу не прикладывали, а стреляли с вытянутой руки. И вот эта перекладина металлическая не давала оружию соскользнуть с руки солдата. Также мы видим внизу, что вы думали? Гранату. Многие посетители говорят, что это ядро. Гранаты впервые в Европе появились в Испании. И на испанский лад граната звалась гренадой. Соответственно, у нас появляется новый род войск под названием гренадеры. Мы с вами в данный момент находимся у витрины. Перед нами форма подсвечника. Видим мужчины в одежде голландца конца XVII-начала XVIII века. Интересная история этого подсвечника. Он был найден в конце 40-х годов, сразу же после Великой Отечественной войны. Когда достраивали метро Баумское, соответственно, вместе с работниками метрополитена работали археологи. Нашли этот подсвечник, отреставрировали его. И теперь мы его с вами увидим. Мы с вами в данный момент находимся рядом с двумя гравюрами. Гравюр немца Оттена Петр I накануне Великого посольства, а также неизвестного гравюра Франц Яковлевич Лефорт в мундире генерала-адмирала. Франц Яковлевич Лефорт был первым фаворитом Петра. Именно Лефорт уговаривает Петра посетить страны Западной Европы. И во время Великого посольства в Европу именно Лефорт был назначен первым послом. Мы с вами находимся перед гравюрой Андриана Шхонабека и его пасынка Де Витта. Данная гравюра была сделана в 1705 году. На гравюре мы видим с вами реку. Вы наверняка узнаете данная река Яуза. И на правом берегу находится немецкая Слобода. А на противоположном берегу мы видим несколько невзрачных двухэтажных деревянных домов. Эти дома были построены в 1795 году Францем Яковлевичем Лефортом. Живя на противоположном берегу, он для своих солдат строит первые в России казармы. 1702 год. Московский посланник в Гааге, в Голландской республике, граф Андрей Матвеев, нанимает на русскую службу доктора медицины, профессора Батавского-Лейденского университета Николаса Бедлова. И в 1706 году пишет грамоту Петру. Великий государь, находясь на вашей службе в течение четырех лет и день и ночь, я окончательно подорвал свое здоровье из-за вашей любви к женщинам и спиртным напиткам. Прошу вас освободить меня от занимаемой должности, направить обратно в Голландию профессором Батавско-Лейденский университет. На данном прощении стоит резолюция Петра, в которой сказано, Голландию не отправлять, оставить в той же должности с тем же окладом, направить на левый берег Яузе для строительства госпиталя. В 1711 году первые четыре лекаря вышли с дипломами данной школы. Так было положено медицинское образование в России. Мы с вами находимся у самого ценного экспоната нашего музея – женского европейского платья 1752 года. Платье принадлежало дворянке Бутерлиной. Род Бутерлиных был довольно богатый. Именно только богатые дворянки могли позволить себе европейское платье. Бутерлина, к сожалению, умерла довольно рано, в 17 лет от черной оспы, и поэтому платье практически нетронутое дошло до нашего времени. С середины XIX века Лефорта восстановится промышленной зоной Москвы. Здесь, на территории завода «Компрессор», находилось акционерное общество под названием «Сестерня». Во главе общества стоял француз Анри Ситроен. Октябрьская революция 1917 года Анри Ситроен уезжает во Францию. Во Франции появляется марка автомобиля Ситроен. А именно та шестерня, которая дана на изображение герба концерна, это именно на основе ее и был построен небольшой завод, а данные шестерни употреблялись в военно-морском флоте. Если у вас есть желание побольше узнать про историю района Лефортово, мы приглашаем в стены нашего музея. Наш адрес – улица Крюковская, 23. Спасибо за внимание. Надеюсь, до скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова